Всем привет! Сегодня мы с вами в очередной раз сделаем короткий обзор, посмотрим биткоин, в этот раз посмотрим биткоин, но для начала хотела бы показать вам некоторые слайды, которые мы подготовили с командой. Напомню, что у нас командиры работают финансовые настоящие аналитики с образованием, и всегда нам будет приятно, если вы поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и оставите какой-нибудь комментарий, что вам понравилось, потому что мы все еще подбираем, какие слайды вам нравятся больше всего, какие графики вам смотреть интереснее всего. Начнем с первого слайда, это US Monetary Base. Что это вообще такое? Это денежная масса. Из чего состоит денежная масса? Она состоит из кэша, то есть из наличных в обороте и на руках, плюс федрезервы. И если абстрагироваться вообще от того, что это график денежной массы, а просто посмотреть как на рандомный линейный график, мы увидим, что вот у нас есть такая же коррекция на самом деле, как любит золото, то есть плоские такие коррекции. У нас есть выход из канала, какое-то накопление, то есть как будто графики абсолютно любые подчиняются техническому анализу. Но это на самом деле я сейчас ловила на такой мысли, когда мне прислали этот график. Так вот, в марте 2023 года денежная масса снова начала увеличиваться после коррекции. В связи с чем это случилось? Это случилось в связи с региональным кризисом, с локальным кризисом марта 2023 года. Помните, когда у нас начали схлопываться банки и программа была выпущена, ФРС экстренная в помощь, то есть выдавали кредиты под 0%, в принципе под низкие проценты, плюс ставки наконец-таки начали падать. Что вообще этот график значит для нас, как инвесторов и интересующихся в криптовалюту? Когда увеличиваются денежные потоки, когда денежные потоки начинают расти, больше шансов, что инвестиции попадут в более рискованные активы. А мы с вами находимся в целевой аудитории как раз-таки рисковых активов. Это такие, как золото, то есть хеджевые какие-то активы, либо такие рискованные активы, как биткоин, например. Это значит, что больше еще будет притоков в криптовалюту, еще больше будет притоков в ETF на биткоины. И это все позволит капитализации биткоина расти. Все, что позволяет капитализации биткоина расти, уже хорошо. Если мы перейдем с вами на следующий график, мы как раз-таки посмотрим очень интересный чарт. Это сравнение золота и золото ETF, не капитализация самого золота, и сравнение биткоина ETF. Вот поверьте мне на слово, вы еще услышите такие заголовки, что наконец-таки впервые в истории биткоин ETF превысил отметку по совокупности в капитализации ETF на золото. То есть вы услышите, это будет очень хорошая такая шумовая новость. Поэтому на самом деле этот график один из самых важных в этом видео, чтобы вы посмотрели. Здесь важно говориться, что исторически ETF на золото, оно снижается. Но снижается с какой скоростью? То есть мы видим, как в 2022 году начали люди перекладываться в хэш, но потом снижение, в принципе тенденция снижения, она продолжилась. А вот биткоин еще пока не показывал нам такую коррекцию, то есть интерес к биткоину растет. И с запуском биткоин ETF у нас и повышается такой же интерес. И мы видим сильную какую-то расколеляцию, исторически сильную расколеляцию, когда биткоин ETF идут вверх, а ETF на золото идут вниз. Следующий график вам только подтвердит это в цифрах. Если мы, например, это график Gold ETF Year-to-Date, то есть это от начала года до сегодняшнего дня, мы готовили эти графики где-то в среду, и вы увидите действительно тенденцию к снижению интереса, к снижению инвестиций в сторону ETF на золото. Если вы здесь увидите Gold Chairs, вот какая цифра у нас получилась, минус 2.3 миллиарда отток из ETF на золото. Что для нас это значит? Для нас это значит, что есть какой-то шанс, у нас нет таких конкретных данных, да мы можем с вами предположить, какой-то шанс фонды перекладывают из ETF на золото, они перекладывают в ETF на биткоин. И вы можете, в принципе, здесь поставить на паузу, посмотреть, какие значения вас интересуют. И для самых таких ответственных будет интересно, в принципе, посмотреть, как реагировал при снижении, при количественном снижении инвестиций в ETF на золото, как, в принципе, реагировал на этот график. Вы можете отследить такую же будущую предполагаемую тенденцию на биткоин ETF, потому что это все еще очень молодая история. И мы, конечно, увидим с вами какие-нибудь новые движения, которые вы еще не понимаете. И каждый такой деривативный инструмент, одним из которых является ETF на биткоин, он все равно дает какую-то ликвидность, он все равно дает какие-то новые формы коррекции. И это классно, что теперь это все можно отслеживать. У нас есть огромный обзор, на самом деле, и по золоту, по стратегии на этот год, то есть по точкам входа-выхода, и также по нефти у нас есть большой очень обзор в Selected, который готовили финансовые аналитики. И последний график на сегодня. Нет, не последний, кстати, предпоследний. Мы с вами видим на графике, что у нас впервые за какое-то последнее время идет отток ETF в биткоин, то есть отток инвестиций. Что это значит? Это, наконец-таки, происходит ажиотаж, и цена, в принципе, спрос, он начинает уравниваться. Мы с вами помним, что цена, она всегда должна быть в балансе, тогда у нас нет каких-то огромных всплесков, нет экспоненциальных роста и какого-то экспоненциального роста. И это, на самом деле, очень хорошо, потому что, когда стоит биткоин в каком-то диапазоне, вот в котором он зажат сейчас, есть больше вероятность, что этот коридор будет заполнен. Чем больше коридоров цены будет заполнено, тем сильнее, в принципе, график, тем сильнее будет работать технический анализ. Вот именно поэтому этот чарт очень сильно важен для нас. И последнее. Вы можете также увидеть оттоки ETF на ценовых значениях, то есть на каких ценовых значениях мы находимся. Чем выше мы идем, тем меньше у нас интереса. Возможно, мы с вами в прошлый раз говорили о коррекции, возможно, понижение интереса говорит о том, что у нас все-таки будет какая-то небольшая коррекция. Теперь давайте вернемся к графикам. Первое, что мы посмотрим, это с вами график фьючерсов на биткоин. Ничего, на самом деле, не изменилось пока еще сильно, но вот на что я хотела обратить внимание. А внимание я хотела обратить на момент, который не озвучила в прошлом видео, но он очень важен в моей стратегии. Сейчас будет, на самом деле, очень важная информация. Если мы перейдем на дневной таймфрейм, и мы говорим о коррекции, кто-то мне там писал в комментариях, вот, классно, выходит видео, когда уже коррекция началась. Потому что видео я же ведь записываю немного раньше, у меня сейчас 5 часов, еще пока пятница, а вы, скорее всего, уже посмотрите его в Москве по утреннему времени. Так вот, очень важно, откуда началась коррекция. То есть, вот смотрите, мы рассматривали в прошлый раз, посмотрите предыдущее видео, мы рассматривали в прошлый раз эту поддержку, и я говорила, что здесь у нас может прийти очень лонговый сигнал. Но, на самом деле, очень важно, откуда начинается коррекция, потому что вот это для меня еще не коррекция, там, снижение на полпроцента на процент, это не коррекция. Если мы придем из этой точки 52 в точку, например, 46 тестировать, у нас есть больше шансов оттолкнуться от этой точки, оттестировать зону поддержки и развернуться, пойти дальше вверх, обновлять верхнее значение, то есть обновлять наши хаи. Намного, ну, немного, так, другая ситуация. Если мы пойдем еще выше, например, на 61, и вот отсюда начнется коррекция, скорее всего, коррекция начнется более агрессивными свечами, и если мы упадем уже на уровень, тот же уровень 47, на тот же уровень поддержки, вот здесь нужно быть внимательным и смотреть вот прям в оба глаза, смотреть про торговки, смотреть объемы, потому что одно дело, когда мы немного поднялись и приходим тестировать, и совсем другое дело, когда мы уже сильно выросли и начинаем тестировать. Для вашей стратегии, для точек входа это тоже очень сильно важно. Посмотрим эфир. То же самое, до отпуска я рассказывала, что эфир, как будто если смотреть на этот паттерн, собирается в лонг. Это не значит, что коррекции не будет, но это значит, что пока, на сегодня, на сейчас. Этот паттерн нам показывает хороший импульс, который вот мы можем ждать, и не так долго до него осталось. Ну сколько? Еще три месяца, на самом деле, может походить вот так вот эфир, и может пуститься на коррекцию. Хорошо, если он где-то на уровне 2.400-2.500 оттолкнется. Мы здесь его с вами словим, зайдем в лонг, он придет еще тестировать, возможно сделать ложный пробой, оттолкнется. И при такой ситуации, при ложном пробое и возврате, то, что было на биткоин. То есть если мы начнем стоять и топтаться возле этой зоны сопротивления, у нас есть очень большой шанс, что мы пробьем. Пробьем и закрепимся над зоной сопротивления там 3.547, нас будет ждать очень хороший импульс. Я думаю, там он может дойти даже до 6, до 7, до 8 тысяч. А это уже булран, потому что на самом деле я пока еще не чувствую, что это булран. Да, очень много про это говорят, и что вот мы в булране, опять разгоняют это фома. Тоже писали мне в комментариях, что прям все говорят про шорт-коррекцию. Я честно не знаю, что происходит у других блогеров и кто про что говорит. Но, например, тех блогеров, которые там могу смотреть я, то есть это не блогеры, а уже такие финансовые аналитики, они наоборот все говорят про рост биткоина. То есть я ни от кого не слышу, что вот нас ждет, возможно, какая-то коррекция. Все раздувают фома, все говорят, вот мы должны срочно инвестировать, ETF на биткоины пришли, и поэтому и нам тоже нужно срочно туда инвестировать. Скоро булран, 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 булран. Ни слова про то, что это может быть какой-то локальный поход наверх, то есть какая-то локальная коррекция. Наоборот, все говорят про то, что у нас скоро вот прям вот дверь откроешь, и уже будет стоять булран. А как раз таки вот эта дверь, это вот эта зона поддержки на эфире. Вообще сигнал, конечно, да, еще раз повторюсь, он очень хороший, очень лонговый. Очень хорошо после такого паттерна цена идет наверх при закреплении над этой зоной. Поэтому в любом случае, либо если вы придерживаетесь тоже стратегии булрана, что нас он все-таки еще ждет, плюс у нас идет халвинг, плюс у нас есть теория 90 дней после халвинга, поэтому мы ждем, что цена все-таки растет, потому что исторически после халвинга она тоже растет, с увеличением спроса и уменьшением предложения. Такие вот дела. Еще есть время, на самом деле, заходить в рынок, не надо бояться, что вот вы заходите сейчас на хаях, потому что даже бывают наши друзья там пишут, вот сейчас хаи, я вообще хаи еще на самом деле не наблюдаю, и какого-то ажиотажа и булрана я тоже не наблюдаю, потому что когда идет булран, вы уже никуда не успеваете заходить там, вам уже нужно быть в позициях и закрываться. И если дадут нам эту коррекцию, супер, это значит, что мы еще успеем с вами зайти, либо же обнаружить ложный рост, то есть этот отскок, и мы разворачиваемся, там идем дальше собирать вниз ликвидность. Ну все, stay tuned и ждите апдейтсы. Ставьте еще раз лайки, подписывайтесь на канал, если вы посмотрите, здесь справа внизу у вас есть логотип, который вы можете нажать и подписаться на канал. Я всех очень не понимаю, ждал следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok